Когда воспитанники детских садов выйдут из коллективного отпуска, свои пенаты они, скорее всего, не узнают. Вот, например, в 146-м дошкольном учреждении оборудовали новую спортивную площадку, установили две песочницы и столик со скамейками. В этом саду всего 4 группы, около 50 малышей. У всех проблемы со зрением, а потому умеренные физические нагрузки для оздоровления просто необходимы. Это, конечно, необходимо детям для развития. Те же песочницы, столик посидеть. И спортивное для развития движение, чтобы дети адаптировались к жизни. А сохранение и укрепление здоровья – это главная наша задача. Спортивные площадки устанавливают в детских садах на средства, выделенные депутатами областной думы. Каждому учреждению по 130 тысяч рублей на футбольные ворота, брусья, теннисный стол и другие сооружения. Недобросовестность подрядчика обнаружилась при первой же проверке. Сегодня, смотрев этот городок, мы выявили ряд недочетов. И сегодня подрядчику указали на то, чтобы он привел данный вид оборудования в соответствии с нормами санитарно-эпилологическими. В частности, пример того, что новая игровая площадка, песочница, должна быть закрыта специальной крышкой с удерживающим запором. Спортивное игровое оборудование будет установлено во всех детских садах города и области. Остается надеяться, что подрядчик будет относиться внимательнее к здоровью и безопасности подрастающего поколения. Елена Билова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново